так вторая часть почему атоме 16 причина это видение то здесь у меня уже сформировалось четкое видение куда я иду куда я приду чего мы здесь добьемся 15 заработать может каждый это была одна из главных мыслей которую можно сказать продавали со сцены лидеры атоме и для меня было важно в этом убедиться потому что если я хочу повести за собой людей если я беру на себя ответственность лидера то я должен быть уверенным на сто процентов том что заработать действительно может каждый конечно я понимал что заработает не каждый что каждый не может заработать потому что наш бизнес он строится на потребителях и каждому человеку который зарабатывает каждому дистрибьютору нужно много потребителей здоровое соотношение в структуре дистрибьюторов и потребителей составляет примерно 90 на 10 то есть 90 процентов потребителей 10 процентов дистрибьюторы соотношение может быть разным но соотношение например 99 процентов потребителей 1 процент дистрибьюторов гораздо лучше чем наоборот чем 99 дистрибьюторов и 1 процент потребителей потому Потому что тогда структура просто не будет расти. В таком случае может быть так, что дистрибьюторов от 99%, а потребителей один. В том случае, если структура работает именно имея в голове деньги, заработок, но не рассматривает, не разбирается в продукции, в главной ценности компании, потому что продукт действительно классный, им это не важно. Им главное заработать, они строят структуру, да, у них структура большая. И есть такие случаи на практике, что эти структуры потом в итоге выгорают, потому что они даже, может быть, не попробовали продукцию. Им просто понравилась идея бизнеса. И в какой-то момент они для себя сделали вывод, что это не очень хороший бизнес, и они разочаровались. Такое бывает. Поэтому именно поэтому вот 10 тысяч баллов – это бизнес-активация, это попробовать продукцию для себя, это требование для нашего обучения. Именно поэтому мы требуем, чтобы для того, чтобы перейти на второй уровень обучения, у вас был опыт заказов из России и из Кореи. Итак, заработать может каждый, и как в этом нужно было убедиться для меня самого. В ту же ночь, когда я сказал супруге, что мы займемся этим серьезно, вместе я сказал, что в следующий месяц мы станем мастерами продаж. Потому что если у нас это получится, это должно получиться у каждого человека, который это действительно захочет, который будет прилагать усилия. Потому что у нас нет ни опыта в сетевом, ни опыта в предпринимательстве, у нас нет какой-то такой предпринимательской жилки, мы не можем ходить по головам. Мы обычная алматинская семья. У меня айтишное образование, у супруги неоконченное, выше, она сама самостоятельно обучилась, получила сертификат, преподавала английский. У нас нет какого-то такого послужного списка и нет ничего выдающегося. Мы действительно обычная алматинская семья, которая захотела работать в Атоме. И если у нас это получится, то это получится у любого человека, который пойдет тем же путем. Поэтому это был февраль месяц, я сказал, что в следующем месяце в марте мы выйдем на мастера продаж и мы вышли на мастера продаж. Смотрите, почему заработать может каждый, почему на самом деле это работает? Потому что бинар бесконечный, то, что сервер глобальный, то, что люди, то, что покупают внизу, учитывается всем, кто находится наверху. И бинарные шаги будут закрываться рано или поздно. С какой бы скоростью человек ни работал, если он работает, у него закроется бинарный шаг. Если он не будет сдаваться, если он не будет опускать руки, следующий бинарный шаг у него закроется быстрее. Потому что если он работал правильно, если он понимал, что главная ценность – это действительно качество продукции, это суперпродукция, что это золото по цене серебра, то он найдет человека, который сможет это оценить, этот человек будет покупать уже постоянно. И рано или поздно этот человек тоже будет приводить людей. Поэтому этот бизнес обречен на успех. Но нужно приложить большие усилия. Потому что вот этот порог, когда все начнет крутиться и вертеться, уже не подконтрольно вам. Он не такой низкий, как в большинстве сетевых компаниях. Он достаточно высокий. У нас нет быстрого и легкого заработка. У нас есть кропотливый труд, но который будет давать результаты всю вашу жизнь. И если человек это понимает, то его не остановить, он добьется уже всего. Восемнадцатая причина – счастливые потребители. Для меня это тоже было очень важно. И это был единственный страх, который у меня был, когда уже я подключился сюда целиком и полностью. То, что люди не оценят продукцию так, как ее оценил я. Потому что мы все-таки жили в Корее. В Корее другие цены, другие уровни. А мы отправляли продукцию по всему Казахстану, в небольшие городки, где заработная плата от 100 до 200 долларов в среднем составляет. И продукция для большинства людей в этих городках не была дешевой. Она была для них достаточно дорогой. Потому что они не привыкли покупать продукцию аналогичного качества. Но 100% людей, кто покупал продукцию, просто были, можно сказать, вне себя от счастья. Давайте скажем как-то более литературно. Были более чем удовлетворены. Они действительно были счастливы своим покупкам. То, что удовлетворенность потребителей была 100%. Все отзывы, которые мы получали от людей, были максимально положительными. И люди хотели заказывать еще, еще и еще. Люди стали заказывать уже столько, сколько они могут себе позволить. И приводить новых людей. На тот момент никто в Казахстане еще не зарабатывал. И все наши потребители были из Казахстана. Люди просто заказывали продукцию, потому что она им нравилась. Здесь я еще раз убедился, что действительно это все правда, это все работает. Продукция действительно классная. И люди действительно будут покупать продукцию просто потому, что хотят ее покупать. Девятнадцатое. Идеальный бизнес. На этом моменте, когда мы уже закрыли мастера продаж, когда получили всю эту любовь, признание и счастье наших потребителей, у меня четко сложилась картинка, что это идеальный бизнес. То, что по сути, что мы делаем? Мы даем людям информацию. Люди нас за это благодарят. Мы даем людям возможность. Люди за это нас благодарят. Мы несем добро людям. Мы не делаем ничего плохого. Мы никого не обманываем. Мы никому ничего не внушаем. Мы не внушаем каких-то пустых надежд. Мы просто информируем. Причем делаем это глобально, масштабно, по всему миру. И люди нам за это благодарны. Мы косвенно делаем так, что человек меняет свою жизнь с помощью атомии, и мы к этому причастны. В каком-то плане, можно сказать, мы помогаем людям. Я думаю, что все хотят помогать людям, но не у всех есть такая возможность. Потому что если человек не может помочь сам себе, то как он может помочь окружающим? Здесь же механизм построен таким образом, что, помогая другим, вы помогаете себе. Здесь присутствует эта синергия. И почему этот бизнес идеальный? Даже не поэтому. А потому что здесь реализован вот этот механизм счастливых потребителей. Какой бизнес считается успешным? Это бизнес, который может генерировать вам постоянных покупателей и приводить новых. Оба элемента в атоме реализованы просто на ура. Человек, который оценит продукцию, станет постоянным потребителем. И новые потребители будут постоянно появляться. Потому что и вы будете их приводить, и все ваши потребители, и все ваши партнеры будут их приводить. И такой бизнес обречен на успех. И этот бизнес масштабируется по всему миру. Двадцатые перспективы. Здесь уже четкие перспективы. Уже во временных рамках стали формироваться. Чего, когда и как можно будет добиться, как будет расти компания. И в 2019 году был такой лозунг у компании. То, что десятилетняя мечта осуществилась, наступает пора столетней мечты. А столетняя мечта – это то, что через 100 лет Атоми – это будет глобальной платформой, которую будут знать просто уже абсолютно все. И товарооборот будет превышать сотни миллиардов долларов. И мы все будем частью этой платформы. Ну, уже не мы, наши внуки, да? И дети. И далее. Двадцать первое – семья. Это тот кайф, который я получал от работы, потому что я наконец-то стал проводить время с семьей. На тот момент в Корее до Атоми одним из самых больших стрессов было то, что я не могу обеспечить семью. И для того, чтобы обеспечивать хлеб на столе, мне приходилось работать без выходных. И я не видел, как растет дочка, и я не проводил время с женой. Потому что утром, когда я уходил на работу, все спали, ночью, когда я приходил на работу, все спали. Не потому что моя семья спала с утками, потому что просто уже засыпали к тому времени, когда я приходил. Обычно я приходил где-то к полуночи, а уходил из дома где-то в 6 утра. И обычно в это время все уже спали. А здесь, когда я начал работать в Атоме, мы начали делать это вместе. Мы начали делать общее дело, от чего мы тоже испытывали кайф и испытываем. И я видел, как растет дочь. Несмотря на то, что я пробивал заказы, контролировал бинарные шаги, либо записывал новый ролик, либо обдумывал новую программу для обучения, в любой момент я мог прерваться и взять дочь на руки. Я мог пойти поиграть с ней. Я мог уделить ей внимание и время. И для меня это было очень важно и очень ценно. Двадцать второе – помощь людям. Это я уже сказал, немножко опередив события, когда я говорил об идеальности нашего бизнеса. То, что действительно в Атоме реализован элемент помощи людям. Потому что, можно сказать, во многом наш бизнес заключается в том, чтобы мы помогали людям. Здесь наш бизнес построен так, что если мы помогаем нашим партнерам, мы помогаем и нашим людям. Я не специалист в предпринимательстве, но я знаю не понаслышке, что в бизнесе такого элемента не существует. Если ты хочешь заработать в бизнесе каком-то своем, то, как правило, помощь людям не в приоритете находится. Если ты пытаешься помочь людям, то обычно бизнес не приносит прибыли. А здесь же у нас наоборот. Чем больше мы помогаем, тем больше мы получаем. Это очень круто. Двадцать третье – бизнес на всю жизнь. Здесь тоже приходит понимание, что опять-таки все, что мы делаем сегодня, будет приносить нам результаты всю нашу жизнь. И это не какое-то занятие на год или на полгода. Мы сюда приходим не для того, чтобы сорвать куш или поднять какой-то хайк. Мы сюда приходим, чтобы построить прочный, нерушимый бизнес на всю нашу жизнь, который будет приносить свои плоды всю нашу жизнь. Двадцать четвертое – отсутствие конкурентов. У Атоми действительно нет конкурентов, потому что нашлось столько звезд, чтобы компания осуществилась, чтобы компания получилась, чтобы она была создана. Эта идеология, эти начальные ресурсы, этот старт компании – действительно очень много звезд должно было сойтись, чтобы все случилось так, как оно случилось. И по этому принципу абсолютное ценное качество, мастишь, не работает в мире пока никто. Потому что в плане бизнеса эта идея может быть не очень разумная. Поначалу может показаться. Предлагать супер качественные продукты дешевле, чем они есть. У кого может появиться такая идея? Потому что эти супер качественные продукты можно продавать дороже, при этом прикладывать меньше усилий и получать больше заработка. Но у нас другая модель бизнеса, и она привлекает внимание. Когда председатель Пакангиль попал на обложку журнала Forbes в 2019 году, все больше и больше различных компаний мировых стали обращать внимание на Атоми. И председатель ездил по миру и давал, может быть, не по всему миру, я точно знаю, в Астралии, давал лекции по идеологии абсолютно ценное качество. И его видение, каким образом он с этой идеологией может захватить весь мир. Я утрирую сейчас для понимания. В общем, конкурентов у нас нет на самом деле, потому что мы корейская компания, которая предлагает супер качественную продукцию по низким ценам. И мы платформенный бизнес, который развивается по всему миру. У нас единый глобальный сервер и одни плюсы. Так, окей, 25-е – это девиз. Здесь я начал уже понимать то, что если в Атоме есть какой-то секрет успеха, то он заключается в девизе. И многие лидеры со мной соглашаются. То, что девиз Атоми – заботиться о душе, создавать видение, следовать вере и служить смирении. Вот заботиться о душе – столько много заложено в эту фразу, практически вся философия и идеология компании, что душа человека – это самое ценное, что есть. И нам самим в первую очередь стоит заботиться о своей душе, не позволить ей испортиться во время вашего роста. Когда вы уже будете зарабатывать большие деньги, всегда нужно оставаться человеком. И в первую очередь нужно заботиться о душе своих партнеров. Все, что вы делаете, должно идти им на пользу. Никогда, ни в коем случае не пользоваться никем. Именно думать, что вы можете сделать для человека, для его пользы, для его выгоды. Создавать видение, следовать вере, вере в себя, в компанию, в партнеров. И служить смирении, приносить вклад в общество, делать этот мир лучше. И неважно, какого бы статуса вы ни зарабатывали, нужно понимать то, что мы живем все в одном мире. И наша задача, как людей, сделать так, что после нас этот мир стал лучше, чем он был до нас. Двадцать шестое – глобальность. То, что мы можем строить бизнес в любой точке мира, из любой точки мира, это тоже очень-очень круто. И я считаю, прям дорогого стоит, потому что мы действительно можем, если мы этого захотим, подстроить команды по всему миру. И тогда у меня уже было понимание, что настанет время, скажем так, через лет пять, у нас будут лидерские команды практически в каждой части света, и мы будем путешествовать, встречаться с уже родными для нас людьми, работать. То, что наша работа будет именно в этом заключаться. Work and travel. Работаем, путешествуем, путешествуем, работаем. Двадцать седьмое. Планы и видение компании. Когда здесь уже сталкивались неоднократно, какие планы у компании. На тот момент, это вот в девятнадцатом году, в июне уже были объявлены планы об Азамоле, о том, что в Атоме будут не только продукты, но и сервисы. И со временем практически все сервисы, которые есть, это страхование, парикмахерские, сети ресторанов, кинотеатры, и все это будет подключено к нашей системе, к нашей платформе Атоми. Я понимал, насколько это круто и какие здесь масштабы. То, что сейчас мы начинаем с этого, начинаем с БАДов, с косметики и каких-то продуктов гигиены и для быта. А в будущем это будет просто все. Это будет не только продукция, это будут и сервисы. И насколько это круто в глобальном масштабе. То, что компания растет с каждым годом успешно, подчеркивает, еще раз доказывает, насколько все предыдущие пункты верны. И вот то, что вот эта столетняя мечта, которой сейчас идет компания, я думаю, кто следит за этим в курсе. Сколько нововведений в компании, сколько планов на этот год, сколько каждый год планов, и то, что все эти планы реализуются, и что немаловажно. Мы действительно компания такая новаторская. И все, что компания делает, патентуется. Вот наша персональная платформа патентуется, наша виртуальная примерочная патентуется. И то, что автор этих идей является Пакангиль совместно с еще командой умных людей. Так, 28-е. 28-я причина – это свобода. Я думаю, все любят свободу. И для меня свобода была, наверное, всегда одним из самых главных факторов. Я очень не любил кто-то делать из-под палки. Я был готов сделать в 2, в 3, в 5 раз больше работы, но чтобы не делать то, что меня заставляют сделать из-под палки. Мне было проще там, не знаю, тону товара перенести, которого я сам хочу перенести из склада в склад, чем там 100 килограмм того, чего я не хочу перевести. Сейчас тоже утрирую, но для понимания. Но чаще всего приходилось проглатывать свое недовольство начальством, свое мнение личное, когда ты считаешь, что что-то нецелесообразно делать, и ты просто делаешь, потому что тебе надо отрабатывать эти деньги, чтобы купить хлеб домой. Здесь же мы приобрели настоящую свободу, когда мы можем распоряжаться нашим временем, как хотим, делать, что хотим, и на все это есть деньги. Есть деньги на любые действия и на любое время, которое мы хотим провести, где мы хотим провести, как мы хотим провести. Здесь действительно никто, никому не начальник. У нас нет шефа, у нас нет босса. Все, что мы делаем, мы делаем так, как мы хотим, потому что мы этого хотим. С самого первого дня, когда мы начали работать, мы просто сидели и думали, что мы можем сделать для команды, почему люди будут приходить к нам, как мы найдем людей, что мы можем сделать. И просто делали то, что хотели, то, что считали нужным, то, что считали целесообразным. Никто нам никогда не указывал. 29. 29-я причина – это реализация потенциала. Здесь в процессе мы заметили, насколько здесь действительно может реализоваться потенциал человека. Я всегда говорю, что все люди разные, и может быть полезно изучать, как кто-то добился успеха. Но я думаю, в первую очередь нужно задуматься, как этого успеха можете добиться вы. Потому что, совершая те же действия, которые совершил другой человек, навряд ли у вас будут те же результаты, потому что вы другой человек. У вас другие навыки, вы прошли другой жизненный путь, у вас другой опыт. Вы умеете другие вещи делать лучше. И поэтому все, что вы можете делать, все, что вы умеете, нужно использовать в развитии вашего бизнеса. Вся ваша жизнь, весь ваш опыт, вся ваша сущность, она поможет вам в построении этого бизнеса. Здесь мы можем реализовать наш потенциал действительно на 100%. Даже если мы чего-то не умеем, можем этому научиться. И работа в Атоме, бизнес в Атоме способствует этому, мотивирует на это. Развивать те наши стороны, которые, может быть, мы всегда хотели развивать, но это было нецелесообразно, у нас на это не было времени, и это было незачем. Либо, возможно, у нас открываются какие-то новые грани, и мы понимаем, а вот, может быть, попробовать себя здесь, может быть, попробовать сделать вот так, записать видеообзор, может быть, попытаться что-то сделать, там, не знаю, рэпчик зачитать. Может быть, получится. Кто знает. И действительно, здесь каждый человек может засиять на 100%. Пятое, что немаловажно, это кайф. Получать кайф от того, что вы делаете. Если вы не получаете наслаждение от работы в Атоме, то, возможно, что-то вы делаете, может быть, не совсем так. Может быть, стоит пересмотреть ваш подход и ваше видение бизнеса. И если вам не в кайф работа, то вам будет трудно добиваться успеха. А если вы получаете наслаждение, то работа перестает быть работой. Это становится вашей жизнью и действительно, тогда успех неизбежен. Да, на это потребуется какое-то время, но это время, помноженное на ваши усилия, обязательно приведут к успеху. Мы кайфовали от каждого дня, от каждого поста, от каждого нашего действия, даже когда мы еще не были мастерами продаж, когда совершали только первые шаги. Это действительно приносило кайф. Хотя бы осознание того, что мы строим бизнес на всю нашу жизнь, уже приносило нам кайф. А что работа в Атоме нам принесла, мы даже не ожидали. Потому что изначально, если основные причины, почему мы начали работу в Атоме, были, можно сказать, меркантильные, это забота о себе, о семье, изменить жизнь, изменить свое финансовое состояние. Но то, что мы приобрели в компании, это просто очень сложно написать словами. Эти человеческие отношения, эти замечательные люди, это все вы, это дороже, чем любые деньги. Поэтому, друзья, кайкуйте от работы, у вас обязательно все получится. И последнее, это актуальность. Об актуальности я много говорить не буду, потому что об актуальности более подробно расскажет Антон Сим. Кратце скажу, что значит актуальность. Это действительно бизнес будущего, который уже наступает сегодня. Это бизнес, который очень актуален именно в нашей реалии. Когда мы, вне зависимости от политической, финансовой или эпидемиологической ситуации в стране, можем успешно строить бизнес и не только в нашей стране, а и в любой точке мира, не выходя из дома. И этот бизнес развивается. И это только начало, друзья. У компании огромные планы. То, о чем говорит сейчас председатель Пахангиль, я уверен, большинству людей сложно понять и представить. Когда он затрагивает тему платформенного бизнеса, бизнеса платформ, когда он затрагивает тему будущего, как в будущем будут распределяться деньги, это действительно будоражит сознание. Какая у нас возможность, какой у нас инструмент в руках. Это супер, мега, круто. На этом я заканчиваю причины, почему я в Атоме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин